Здравствуйте, дорогие зрители зрительниц моего канала. Думаю, зрителям это не будет интересно, мужчинам. Такое видео сегодня понедельник, день луны, а значит голубых и синих цветов в одежде. И я решила, почему бы и нет, сделать и показать вам коллекцию лаков синих оттенков. На себе я не буду показывать, этой палетки ромашки у меня тоже нет. Покажу и скажу своё мнение. Вы неонократно лицезрели эти лаки на моих ногтях, поэтому хочу сказать, что смотрится красиво, что некрасиво. Начнём. Вот такой вот мини-мейбелин Нью-Йорк. Вот эта старая коллекция, но так как она старая, у нас продавали её недорого. Смотрите, какой потрясающий-потрясающий цвет. Но как-то у меня с косметикой мейбелин не складываются отношения. Вот такой вот цвет. 6-6-5. А тени, кстати, из этой коллекции вполне-вполне хорошие. Пользовалась я один раз. Как-то он мне на ногтях не впечатлил. Но, скорее всего, надо ещё раз попробовать. Но думаю, что уже нету в продаже таких лаков. Ну, может, и где-то есть. Тоненьким слоем наносится. Видите, качество уже, наверное, полгода у меня есть. Не изменилось. Так. Перейдём. Я не знаю, конечно, это синий-зелёный. Как это называется цвет? Я не знаю. Цвет, наверное, морской волны. Но этот лак очень красиво смотрится на ногтях. Держится он достаточно долго. В принципе, Манхэттен, у них хороший лак. Хороший. По цене недорогие, но они хорошие. Вот это, я не знаю, то ли лимитированная коллекция, то ли не лимитированная. Покупала я прошлой зимой. Вот тоже ничего не поменялось. Красивый цвет. Красивый. На ногтях тоже красивый. Как-нибудь увидите. Перейдём теперь к мавалу. Вот такой вот блуметалик. 3-5-4, по-моему, это он. Он с перламутром. Покупала в Текимекс. Продавался он в коллекции. В Текимекс лаки эти дешёвые. Если в Каштат, по-моему, их продают. Ещё где-либо. Они дорогие. Как позиционируют себя мавалу, что ногти дышат под их лаком. С первого раза у вас не получится красивое покрытие. Надо два раза покрывать. Он вполне такой интересный. Но, если вы любитель синих цветов, я считаю, что вот это очень красивый цвет. 108. В видео он потрясающе выглядит. Видите, уже половина нет. Тоже в Текимекс покупала. И он красивый. Он реально красивый. На ногтях он красивый. Прошлым летом было модно. По-моему, таких джинсовых тонов лаки. Он реально красивый. Как я уже сказала, он держится, как все обычно, лаки. Позже я скажу про свои короткие ногти и почему. Так. Вот это у нас лак от Тесенс. Он такой бирюза. А на видео он смотрится чуть по-другому. Синь бирюза. Сверху покрытия. Такое прозрачно-золотистое. Вот такие лаки. Удобно брать с собой в поездку. Открасили и выбросили. От Тесенс ногти портятся и слоятся. Вот еще. Непонятно такой фиолетово-синий. Здесь какие-то блески. Колорама 3. По-моему, нет. Уже в продаже. Не знаю. Я с лаками Эссенс и П2 завязала. Ну, хотя интересные оттенки. Они всегда в тренде. Такие быстро-быстро-быстро. Делаю все. Вот этот лак от Эссенс, хоть я и сказала, завязала, но мне нравится. Тут написано, что нужно его использовать для ног. Я его для ног не использую. Я использую его для рук. Вот сегодня, кстати, красный бордо на руках. На ногах тоже. Смотрится он... Ну, это мята, мята. А на видео по-другому мята. Покупала я со скидкой. Меньше евро. У нас в Кауфлэнде продают, постоянно скидывают. Но они дельно стоят в Кауфлэнде. Уход за ногами. Там педикюр, то-да-сё. Вот они там стоят. Вот этот лак, он какой-то поплотнее, а красный, вот этот бордовый, он жидкий какой-то. Теперь переходим к Катрису. Кто-то ругается на Катрису, что у них плохая кисточка. Кисточка меня устраивает на видео. Я смотрю, лак другой, а в жизни он красивый. Он отлично подходит вот к этому кольцу. Это бирюза с серебряным перламутром. Элимитированная коллекция. Катрис. Немножко даже золотом играет. Но это очень красивый лак. И на лето он шикарный. Держится вполне себе нормально. Все лаки недорогие. Хотя вот мавала дорогая, держится точно так же, как Катрис. Этот показываю, потому что здесь такие переливчатые пластиночки. Слюда какая-то. Это тоже лимитка. Там вот есть синие оттенки. Голографические. Как бы флэкен набросали. Хаут фитюра. Лимит от эдишн. В общем, не покупайте. Если будут стоят вот такие флэкен, не берите какая-то ерунда. Колготки можно порвать. Вообще ерунди. У меня никогда флэкен таких не было, поэтому взяла. Но я, конечно, его добью. Возьму с собой в отпуск и буду красить там ноги себе. Педикюры. Потому что на море же песок быстро стирает. Стирает стирает стирает. Лак. Так что уйдет он у меня. Показала вот вам синюю коллекцию. В среду, наверное, или посвящу видео в среде, Меркурию. И там покажу лаки зеленых оттенков. Также я, наверное, сделаю видео и по теням. Мне кажется, так будет удобно. Теперь я расскажу про свои ногти. То, что вот у меня такие вроде как длинные ногти. Это я добилась сама. Но они у меня короткие, видите. Почему они у меня короткие? Потому что я пользуюсь постоянно лаком. И, скорее всего, это уже лет, наверное, 15. Я крашу ногти постоянно лаком. Без лака я не могу обходиться. Потому что если ногти без лака, мне такое чувство, как будто ногти чешут. Мне это неприятно. Я не могу себя чувствовать. Себя нормально. Почему короткие ногти? Потому что я не могу отрастить. Возможно, не из-за этой причины. Потому что я постоянно крашу ногти. А из-за того, что работа в саду, работа по дому. Надо все мыть, стирать. И одежду, и гладить, и шить. Не будут они длинными. Не будут они длинными. Были у меня длинные ногти. В молодости дикой. Да, вот, кстати, мне нравится на других девчонок, на женщинах, красивые длинные ногти. Но вот я не хочу. Меня напрягает грязь под ногтями. Надо даже все сведенить. Я все время стреку. И мне удобно. Вообще, как бы у меня с детства были некрасивые-некрасивые ногти. Вот они были у меня вот половина. Вот такие вот страшненькие-страшненькие. Достались от папы. У моей мамы шикарные ногти. И они достались моему брату. Вообще, самое лучшее досталось все моему брату младшему. Шикарный цвет волос. Пепельный. Шикарные волосы. Большие, огромные голубые глаза. Высокий роз. Метр восемьдесят пять. И шикарные, красивые ногти достались ему. Тоже длинные ноги ему достались. Все ему. А мне вот пришлось вот, видите, с детства. С детства я, как себя помню, с 12-13 лет я себе вырезала кутикулу, вырезала, отодвигала, вырезала, отодвигала. То, что у меня вот такие еще ногти более-менее красивые, это я вот сама добилась. Но, как говорит Шанель, нужно... Если женщина сделала себя красивой, значит она 40 годам или там 30, или каким она сказала сроком, типа она дубая. Ну вот я с детства дура не была. Я хотела, чтобы у меня были красивые ногти, и я делала. Потом, что хотела еще сказать про ногти. Да, кстати, по поводу мужчин. Я с моим мужем тоже делаю педикюр и постоянно слежу, слежу, слежу за его ногтями. Наверное, отдельное видео сделаю еще дополнительно. В общем, за мужчинами надо следить, особенно за ногами. Почему? Да потому что они ходят всегда в обуви. У них ноги потеют. И грибки-то у них, ого-го, как быстро схватывают их. Если мы, женщины, следим за ногами своими, постоянно смотрим, что да как там у нас, да, то за мужчинами надо следить. И вот я нашла одно замечательное средство от грибков. Я вот профилактикой занимаюсь. Я мажу этим средством ногти. И вот я вчера так рассмотрела, да, действительно, этот лак работает. Я постоянно украшу ногти на ногах бесцветным лаком. Имейте в виду, как еще, что помогает от грибка на ноге. И это вот надо взять такой страшный, ужаснейший, самый страшнейший, ужаснейший ацетон. Есть же вот эта жидкость для среднего ацетона. Вот ей протирайте. Ацетон он убивает тоже. Потом вот я это средство ношу. И прозрачный лак. Лак он все-таки защищает от грибков. Но в то же время, почему появляются грибки? Там же у нас нервные окончания выходят от органов. И, по-моему, это говорят, что органы какие-то не в порядке. Ну, естественно, с возрастом на сутки приходят на упадок. Поэтому имейте в виду. За мужчинами надо следить. Я ему ногти стригу. И вот смотрю за его ногти, а не на ногах. Потому что это же вам быстренько может и вам передаться. Хоп-хоп и все. Имейте в виду. Покажу я потом вам этот лак. Так. До свидания, мои дорогие. До свидания.